Реччони на карте Италии располагается в регионе Эмилия-Романья, это место немного южнее Ремини, но ранее входило в ее состав. Курорт также носит название Адриатическая ривьера. Население городка небольшое, всего там проживает не более 35 тысяч жителей, территория Реччони составляет 17 квадратных километров. Так как это место расположено на берегу Адриатического моря, большая часть населения занимается рыболовством или работает в сфере туризма. Туристам стоит посетить Реччони, так как погода в этом месте располагает к отдыху на пляже. Недалеко от города находится отроги Альп, которые закрывают курорт от сильных ветров, по этой причине в городе не встречается резкого перепада температуры ни в зимнее, ни в летнее время. Этому также способствует побережье моря. Климат в этом месте муссонный субтропический, по этой причине в регионе сильно повышена влажность воздуха. В любое время года здесь могут начаться проливные дожди или кратковременные ливни. Все же высокий сезон, который приходится на июле-август, погода обычно теплая, безветренная и недождливая. Пляжный сезон здесь начинается в мае, он может продолжаться до сентября месяца. Температура воздуха достигает 27 градусов, что достаточно комфортно. Вода в море прогревается до 25 градусов. Обратите внимание, самым жарким месяцем считается август, в этот период обычно стоит безоблачная и тихая погода, солнце прогревает воздух до 29 градусов, в ночное время температура опускается до 19 градусов. Вода может иметь температуру от 24 до 26 градусов. Гаэта Италия достопримечательности, пляжи, город на карте русские туристы могут посетить итальянский город, чтобы рассмотреть его достопримечательности и древние постройки. Многие турфирмы предлагают услуги экскурсоводов, можно воспользоваться ими, или изучить местность самостоятельно. Если отдыхающие не хотят отдыхать на пляже или в клубе, им стоит посетить исторические места города. Музей территории. Еще одна достопримечательность, расположенная в речоне Италия. В этом музее сохранено множество исторических артефактов, которые ранее имели отношение к городу. Экспонаты рассказывают о развитии местности с исторических времен до древнеримской эпохи. Вилла Муссолини. Это знаменитый музей туризма, который был первым открыт в Италии. Изначально вилла принадлежала жене Бенита Муссолини, но в 18 веке эта достопримечательность стала собственностью государства. Сначала здесь был оборудован ресторан, но в 1997 году в здании начали работы по реставрации, и сделали из виллы большой музей. Замок Кастелло Агаланти. Эта достопримечательность располагается за пределами города, замок стоит на холме. Это место ранее принадлежало роду Агаланти, который был известен во многих городах страны. С наступлением 18 века в замке появился новый владелец, позднее сооружение было сильно повреждено. Его восстановлением начали заниматься в 1982 году, инициаторами выступали местные власти. На данный момент замок могут посетить туристы со всего мира. Совет? Лучше всего приобрести экскурсию в эти исторические места у туропиратора, так как для посещения придется хорошо знать испанский язык. Сан-Рема Италия достопримечательности, пляжи, город на карте Адриатика славится линией берега, также пляжами, которые там располагаются, даже ребенок сможет найти здесь развлечение для себя. В Рикон Италия пляжи чистые и песчаные, они отличаются очень мелким песком. Линия берега растягивается почти на 7 километров. Для туристов обеспечен безопасный вход в воду, что дает возможность отдыхать здесь с детьми. Также на пляжах предоставляется возможность аренды шезлонгов и лежаков с зонтиками. Для тех, кто хочет провести хорошо время у моря, работает большой аквапарк Beach Village, он расположен непосредственно на пляже курортного города. Если зайти на сайт и прочесть описание этого развлекательного места, то отдыхающий сможет увидеть, что здесь есть не только большой выбор горок и бассейнов, но еще и площадки для игры в волейбол и бассейны, предназначенные для серфинга. Триезд Италия достопримечательности, пляжи, город на карте в курортном городе расположен дельфинарий, это место можно посетить вместе с детьми. Также следует обратить внимание на еще один аквапарк Аквафан. Времени можно пойти в развлекательный парк Фиобиландия, кроме этого неподалеку от города располагается тематический парк, он носит название Италия в миниатюре, это то место, которое должны посетить все туристы. Важно, при посещении аквапарка следует заранее узнать основные правила, цена на вход обычно отличается на взрослые и детские билеты. Если отдыхающим надоест лежать на пляже, то для таких туристов предлагается множество водных видов спорта. На побережье Адриатического моря есть туристический порт, в котором представлено несколько десятков яхт. Отдыхающие могут взять одной из суден на прокат и отправиться в путешествие по морю. На территории аквапарка можно увидеть школы по занятию серфингом. Также здесь дают в прокат водные мотоциклы, предоставляют возможность записаться на занятия акваэробикой и обычной аэробикой. На городском пляже можно пройти курсы дайвинга, после этого получить настоящее снаряжение для погружения. Можно рассмотреть, где находятся известные отели Ричони, Католика и Моритима на карте Италии. Эти заведения пользуются большой популярностью, но отдых в них обойдется в круглую сумму. Также туристам предлагается снять квартиру или комнату. На берегу моря расположены домики, которые сдаются в аренду за разумную цену. Каждый турист, отправляясь на отдых в Италию, хочет приобрести памятные вещи. Для кого-то это сувениры, для кого-то брендовые вещи и обувь или изделия ручной работы. В центре города можно посетить популярные магазины известных брендов. Здесь располагается Дольче и Габана, Балдини, Армания и Гес. Конечно, цена на вещи здесь значительно ниже, чем в других странах. Важно, во время сиесты магазины и лавки закрываются на перерыв, поэтому график работы не всегда стандартен. Также на территории курорта есть несколько аутлетов, там продают качественную и стильную одежду, при этом цена на эти вещи очень демократична. Самая крупная точка аутлетов – Гросс, в этом магазине отдыхающие могут приобрести фирменные вещи с большой скидкой. На территории Речоне можно увидеть много ресторанов, кафе, бестро и закусочных. В основном здесь подают итальянскую кухню, средиземноморские блюда. В меню преобладают морепродукты и блюда из рыбы. Для роскошного ужина стоит выбрать ресторан, завтрак рекомендуется провести в кафе, перекусить можно в закусочных. При посещении города Речоне в Италии, туристам стоит посетить все достопримечательности курорта и отправиться на пляж, чтобы насладиться теплым морем. Это прекрасное место для отдыха вдвоем или всей семьей, каждый отдыхающий найдет развлечение по душе.